Продолжение следует... Нам не нужна такая американская вера, такая у нас своя православная вера. Вы что-то рассказываете нам о какой-то другой вере рассказываете вообще. Они как раз нам решали Николаю Годника икону повесить или куда-то еще. Я ей бежал, говорю, женщины, пожалуйста, ну зачем вам это? Она не надо вам. Говорим, молитесь Иисусу Христу, молитесь Богу, молитесь Иисусу Христу. Эта икона вас не спасет вообще. И я рассказал пару историй таких занимательных из истории. И эта женщина стала возмущаться. Самое интересное, она возмущалась американской верой. Но автомобиль, припаркованный возле магазина ее, явно был не Жигули. И в ее бутике продавалась одежда, значит, какая-то нужна, что там... Ну, не Тульской трикотажной фабрики, знаете ли. Вот, значит, я ей сказал, что если вы так фарите сейчас свою веру, почему же вы не на православных Жигулях приехали, а на инославной, знаете ли, на инославном Форде. Почему, значит, у вас не православная там трикотажная фабрика, а вот инославная такая одежда. Как бы, значит, ну я по-доброму объяснил. И в принципе, мы расстались на том, что она сказала, ну да, в этом что-то есть. То есть, как бы, есть плоды какие-то определенные. Да, друзья мои. И, конечно, потому что как человек верит, так он и мыслит. Как мыслит, так он и поступает. Как поступает, так он и живет. Вера очень много решает, что вера многим двигает в этом мире, на самом деле. Слава Богу. И по поводу введения во Храм Богородицы, почему я выступал и выступаю против этого праздника? Потому что на лжи нельзя строить веру в людей. Нельзя строить веру на вот таких лживых, придуманных вещах. Знаете ли, когда мы сказку слышим, допустим, в детстве, да? Там, когда повзросли, мы понимаем, что это сказка. У нас разочарование порой наступает. И нельзя, чтобы вместе с этими разочарованиями в сказках религиозных, чтобы люди разочаровались в Боге, как, к сожалению, часто происходит-то. Вот то же самое по поводу вот этого огня на Пасху. Слышали, да, все? Огонь на Пасху, значит. Мол, на Пасху является сам по себе, там, значит, как-то именно огонь, который зажигает свечи, там, и прочее. Бред, откровенный бред. Вот, но в него верят миллионы людей. Сегодня покажи, что это бред, что это ложь. И могут миллионы просто-напросто, ну, разочароваться уже в Боге. Потому что для многих людей это, как бы, связано с Богом. Но я хочу, чтобы сейчас церковь покаялась и отреклась от этих ложных вещей. Чтобы миллионы людей пересмотрели свое христианство и строили не на, вот, введение Богородицы, не на схождение огня, не на чем-то еще, не на прочих мифах и сказках. Знаете ли, а на точном, на истинном слове, которое слово Божье, Библия. Потому что ни в ком оно нет спасения. И потому что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И все через него начало быть, что начало быть. И без него ничто не начало быть. И сегодня, на самом деле, задача реформации, это возвратиться к истокам самим. Про огонь, я еще раз помню, ну, можно сейчас сказать так же, что, в общем-то, на мой взгляд, вот, о схождении огня, как бы, сверхъестественном, это конкретная провокация российских спецслужб и, значит, СМИ. Как раз с конца 80-х годов, даже середины 80-х примерно годов, и вот по сей день, по нарастающей распространяется такая ложная информация. Значит, и люди покупаются на это все, при том очень серьезно покупаются, потому что каждый год в Иерусалиме, на Пасху, люди с ожогами разной степени попадают в клиники, потому что люди, наши гуристы, именно верят, и паломники верят, что это якобы сверхъестественный огонь, якобы он не обжигает, и пробуют экспериментировать как минимум с кожей, а порой даже и с волосами, значит, своими, что приводит, конечно, к печальным последствиям такие эксперименты. Значит, дошло до того, что патриарх Иерусалимский, тот самый, на котором наши СМИ все говорят, что якобы он принимает огонь, значит, на себя, как бы, да, принимает, и потом передает быстро всем присутствующим в храме, как бы, якобы у него там в Кулуклии, в этом, как бы, центре этого храма, гроба Господнего, как бы, зажигается, как бы, сверхъестественный огонь. Патриарх Иерусалимский был вынужден сделать даже специальное интервью для русскоязычных, как раз именно христиан, паломников, потому что с других стран православные, там, присутствующие, никто из них не обжигается, только русские обжигаются, и не по пьяни, чаще всего на трезвую голову, именно из-за того, что просто хотят экспериментировать с огнем, будучи обманутыми именно российскими СМИ. Ни в одной православной церкви по всему миру в это не верят, что это, якобы, там, сверхъестественное зажигание огня происходит, только лишь на территории бывшего Союза, эта вера искусственно поддерживается, вера, якобы, в сверхъестественный огонь. Так вот, патриарх был бы нужным дать интервью, о нем наш ящик говорил, что якобы телевизор, да, что значит, что так и так, мол, он принимает огонь. Он сам отрекался и говорил в интервью, что ничего такого и не было, и нет, и невозможно. То есть, никакого огня сверхъестественного в этом нет. Он объяснил, что мы называем это святым огнем не потому, что он сверхъестественный, он естественный, но потому что святая ночь, потому что Пасха, потому что торжество, лишь в этом разновиде, но ни в коем разе это не является сверхъестественным выжиганием огня. У нас, как бы, придумали всякие легенды, якобы проверяют, и потом, значит, там, полиция, чуть ли не нет, чтобы он там зажигалку и спичку не принес вообще. Бред какой-то. Никто никому не проверяет вообще. И это... Откуда это все? До середины 80-х годов, 20-го столетия, такая вера была не церковной верой, а это была верой отдельных, простите, старух, отдельных невежественных каких-то монахов, но это не было верой церкви, а сегодня вера миллионов людей построена на мифе, который искусственно был воссоздан просто-напросто, и из веры отдельных, суеверных, невежественных людей. И сам патриарх Иерусалимский в этом обращении, он не осудил, конечно, как в открытую патриарха Московского, но осудил священников русских православных в потокательстве, этому ложному убеждению людей, как бы. Потому что из-за этого происходят ожоги постоянные у русских туристов и паломников на Пасху именно. И на самом деле никакого огня нет. И не было никогда вообще в истории. Никогда не было. Значит, патриарх Иерусалимский объяснил ситуацию очень просто. Кстати, из русских служителей только Кураев Андрей положительно отреагировал на все это, значит, опубликовав эти материалы. Его до сих пор не взлюбили, поэтому. Ортодоксы многие православные традиционалисты, потому что я Кураева сам, честно говоря, недолюбливаю, потому что, ну как недолюбиваю, дай бог им покаяться, конечно, но он написал очень много гадких книг, допустим, православным, протестантам о православии и другие некоторые, такие грязные, очень такие книжки написал, от которых, дай бог им матрические, конечно. Там очень много ложных учений, ложных таких вообще, откровенно ложных, антибиблейских учений, доктрин, которые он оправдывает. Он оправдывает до сих пор, допустим, там и иконы почитания, там и иконы поклонения. Хотя его порой факторами к стенке припирает, но, значит, он как уш на сковородке, ерзает, но пытается тут же перейти в другую сторону, к сожалению, небезуспешно. На другую тему начинает сразу говорить, перебрасывается, и вот такой профессор, слава блуд, знаете ли, но дай бог им покаяться, конечно. Хотя в последние годы, я отмечаю его такую эволюционную реформацию в сторону, конечно же, Слова Божьего, слава Богу. Чаще-чаще библиотитирует человек, значит, это уже близко выздоровление, слава Богу. Но, значит, чем ближе к Библии, чем ближе к Иисусу, тем больше здоровья, слава Иисусу. Значит, чем дальше от Иисуса, чем дальше от Слова Божьего, тем больше проблем. Дальше влезут злее партизаны. И вот, значит, и... Так, по поводу огня. Патриарх Иерусалимский объяснил это древностью обычая. Влезут злее. Гасится по всему храму свечи, лампады, все-все-все, эффект полной тьмы. Но в Кулуклии не так. Там оставляется лампада, она отворачивается. И эффект полной тьмы на самом деле. Но поется песнопение, фактически в полной тьме, поется песнопение. В этот момент в Кулуклии он отодвигает лампаду, зажигает свечи, выносит. Он не говорит, что это чудо, о, там Эврика. Нет, нет. Он говорит, вот, все, он просто выносит. Зажигаются свечи. Отрепетировано столетиями, это вряд уже. Быстренько выжигаются лампады, свечи. Это отрепетировано уже многими столетиями. И для туристов, допустим, паломников из других стран, особенно вот в средние века, представьте себе, вы пришли в храм, полная тьма. И вдруг, чуть-чуть, чуть-чуть, по всему храму огонь. Конечно, люди могут быть неправильно настроены. Они могут представлять это сверхъестественным огнем, но на самом-то деле это естественный огонь. Кстати, аферисты российских СМИ, телевизионщики российские, которые состряпали вот эти грязные фильмы, до сих пор они распространяются в российских храмах, многих православных, значит, якобы в благодатном огне. Когда их, знаете, их выявили на чистую воду? Просто-напросто взяли и в реальном режиме времени просмотрели эти кадры, которые показали о сверхъестественном огне. Оказалось, все естественно, а не сверхъестественно. Включая ту самую монашку, ее каждый пасху показывают. Неизвестная монашка пробудет медленно над огнем руку свою. Обращай внимание, огонь вот так вот, и она не обжигается. Когда в реальном времени посмотрели эти кадры, оказалось, она быстро провела. Так и я могу провести, любой может из вас провести над огнем быстро руку, и она вас не опалит. Но именно перед тем, было в таком времени, потом раз, замедлили, искусственно замедлили съемку, и казалось, как будто бы она медленно над огнем проводит руку. Представляете? И миллионы людей купились на эту утку. Миллионы людей. Я думаю, что сегодня у чекистов, сегодня у коммунистов и чекистской власти в России есть один из вариантов развития событий, это возвращение к СССР, к безбожию, к атеизму. И как сделать сегодня атеистами миллионы и миллионы людей? Десятки миллионов людей, очень быстро. Реально можно. Пару таких скандальных разоблачений, но не на Бога указывая, а говоря, вот, вот религия какая. И знаете ли, и возможно, что, ну, как бы, опять вернется все на круги своя. Потому что, несмотря на годы свободы, Евангелие все-таки пропадет в Россию очень слабо. Очень слабо. Ничтожно слабо. Я скажу, что церквей библейских, евангельских, по-российски, в Российской Федерации очень мало. В процентном отношении ничтожно мало. Значит, больше скажу, что вот это массовое храмостроительство, массовое строительство разных храмов на насторечия по всей Российской Федерации, храмы быстро построили, еще быстрее можно их сломать. Еще быстрее. Даже быстрее, чем в 20-х годах. Поверьте. Сейчас не надо заморачиваться, снимая красноармейцев с фронтов, чтобы, значит, разбирать храмы. Сегодня, пожалуйста, пиротехника развита так, что можно любой храм в два счета бабахнуть. Значит, и, ну, все эти вот взрывные устройства. И поэтому сегодня коммунизм очень быстро может снова заполнить пространство постсоветское, значит, как, нью-советское такое пространство. И это ужасает, конечно. Тем более отношение властей к Ивановским церквям, оно пугает. Именно в разрезе отсутствия свободы религиозной современной в России. И это очень сильно напрягает, конечно. Но есть шанс, для любого общества есть шанс в имени Иисуса. Есть даже к Ниневии, городу падшему, где верующих не было, и уже приговор с неба прозвучал к этому городу. Но, когда они послушались проповеди пророка Ионы, и было покаяние, все поменялось. Нет, приговор исполнился, но спустя некоторые поколения. Ниневия, она таки исчезла, да. Были суды, к сожалению, внуки, уже правники, этих покаявшихся, они не сохранили этой веры, этот страх Божий улетучился, и люди стали грешить, и еще хуже даже, чем их отцы, и деды, и прадеды. Но, и Ниневия была разрушена, но, таки было покаяние, и было спасение поколений, слава Иисусу. И поэтому кресли будем ставить, и будем молиться о том, чтобы все распространилось. Но, я думаю, что не лекторам, коммунистам и чекистам надо в скором времени разоблачать ереси, а самим христианам. В этом большая сила, когда батюшки, сотни священников наших русских, тысячи даже, может быть, даже, чтобы по всей России, по Украине, в других странах бывшего безбожного союза, чтобы они вряса с крестами по ноги на груди, чтобы говорили, братья и сестры, простите нас, люди добрые, простите, что вот так вот обманывали, и сами жили в обмане, и вас обманывали. Вот церковь должна перестроиться, церковь должна по-другому мысли, церковь должна строиться на основании самого Иисуса Христа, не на других основаниях. У меня мечта есть, большая мечта, чтобы в тысячах храмов, может, не во всей Руси, но в большинстве храмов, чтобы, по крайней мере, чтобы священники говорили правду, чтобы указывали не на Матери Иисуса Христа, не на других умерших святых. Знаете ли, как вот сейчас порой вывесы такие висят, в каком он святом, в какой нужде молиться, а чтобы указывали на Иисуса Христа, и говорили, дорогие друзья, ни в ком он у меня спасения. Все остальное это мифы, все остальное ничто, пустота, даже еще хуже, чем пустота. Но Иисус Христос, это есть реальный спаситель Господь и Бог. Слава Иисусу! И вот эти все эти рассказки, по поводу видения, приведения всяких других этих праздников, знаете ли, это все попытки врага отвлечь внимание христиан от Христа самого, от самого Иисуса. Я это понял, потому что по своей жизни посмотрел, так это для меня было моим кумиром, в который я верил, я выявил в эти праздники, соблюдал их, но потом разочаровался, читая Библию, я увидел, что это все ложь. И оказалось, в девушечном году я осознал, что во многих вещах, в которых я думал, что я служу Богу, я служил дьяволу, не понимают его даже. Господа, вот еще один праздник, требуется его разоблачение, Успение Богородицы. Из истории, именно в средние века, придумали такое празднество, то, что года нельзя сейчас даже указать, но в средневековье был придуман праздник, что якобы Марии, Матерь Иисуса Христа, якобы она не просто умерла, она умерла и воскресла в третий день, и якобы она вознеслась и села одесную своего сына уже Иисуса, и усложнилась иерархия сама. Помните, я вот как-то сказал, что в начале самом, что из Африки рождалась ересь Богородичная, и тамошние монахи, они получали как бы откровения определенные. Но откуда они взяли этот пример, мы не знаем этот праздник. Видимо, тоже есть какие-то такие сновидения, там, или видения, или эспиритизма. Якобы Мария, ну, вкратце расскажу. Суть этого праздника, в августе месяце отмечается праздник, якобы Мария, когда уже была пожилая, значит, жила с Иоанном, значит, и который, а не заболел, свой сын заболелся, и вот, якобы перед смертью, за две недели до смерти, к ней явился Гаврию, и опять с таким приветствием, радость благодатная, Господь с тобою, Мария в шоке, и что? Опять? Потому что, да более знакомый приветствие, да более знакомый ангел. Но Гавриил успокоил ее, что на этот раз, значит, по-другому пришел я, что на этот раз, значит, я по твоей душу пришел забрать тебя, ну, как бы в райские обители. Мария была очень довольна, но попросила отсрочки. Она попросила пару недель на сборы. Значит, ну, завещать, можно ставить там что-то еще. Одним словом, Гавриил, значит, переговорил с кем надо, и сказал, хорошо, сверху сказали, что можно, для тебя исключение, две недели хорошо тебе дают, ну, только ради тебя, то, что ты мама, Господа, и все. Значит, а Мария попросила кое-что у Гавриила, сказала, вот за эти две недели я хочу кое-что сделать, значит, собрать всех своих друзей, попрощаться с ними там, значит, и попрощаться со всеми апостолами, а апостолы все остальные были на проповеди в разных странах мира уже к тому времени, Фома там где-то, в Индии там и прочее. И вот, она попросила, а нельзя ли бы взять их и так вот по воздуху всех, чук, в Иерусалим, чтобы попрощаться с ним? Можно. Гавриил побеспокоился по этому поводу, значит, послал там ангелов там, которые, значит, уговорили апостолов прилететь с разных стран мира, они взяты были и ангелами перенесены туда, в Иерусалим. Все, кроме Фомы, прилетели. Фома, видимо, тогда верил, помоги, мы ему не верим. Не, ну, мало ли, что за ангел, мало ли, значит, там, не всякому духу верьте, да? Может быть, средства передвижения ему не нравилось становиться. Ковер самолета, какой-то. Один словом, Фома задержался, очень серьезно задержался, он не прилетел. Вот, значит, и Мария попрощалась со всеми остальными учениками, значит, и умерла. И ее положили на такой, как бы, вот такой, как, ну, носилки, там, не носилки, и понесли, значит, в гроб ложиться. Ну, похоронили, все нормально, значит, и вот на третий день прилетает Фома. Он прилетает, и как банный лист пристал к братьям, и говорит, пожалуйста, братья, откройте гроб, хочу с мамой попрощаться. Они говорят, Фома, ты в своем уме, уже третий день уже. Значит, но тот был неумолим, и в конце концов, чтобы отстал, он уже сказал, хорошо, откройте гроб, и пусть попрощаетесь с мамой. Открыли гроб, а Марии нет. Пилины и плат отдельно святые, лежащие, то есть буквально, как в цели с Иисусом. Значит, что бы это значило. Ну, апостолы, недоумевая, пошли на свою конспиративную квартиру, ябычную, вот, в Иерусалиме не была такая квартира, они там сидели, и обсуждали, что бы это значило вообще, виденное имя там, в гробнице. И решили совершить хлебопроломление. И вот хлеб, вино, стали молиться, и в этот момент крышу сносят. У всех, наверное. Да, точно, булочки с героидом какие-то были, да? Я не знаю этого. Одним словом, значит, они перестали видеть крышу, видят небо над собой, небо, и прямо с неба туда, к ним, в собрание, сходит большая мама. Мария, мать Иисуса, я называю дом большой мамочки 4 уже. Если бы снимал, мне очень нравятся все три части, но особо первые 2, тебе очень нравятся, дом большой мамочки. Вот, если бы снимал бы 4 часть, я бы с этого момента начал, когда я еще и пишу, там кто-то там снимал, сошел на фильм, там такой эпизод, и мамочка была бы черная. Это было бы, да. И один из слуг был бы как раз Мартин Лоуэрд, сам был бы, о! У него это хорошо получилось бы. Ну ладно, это уже так, я еще доберусь до Голливуда со своими идеями, полночим и надо день, знаете ли, так, экранизировать бы все это. Так вот, значит, так вот, и якобы мама сошла от ним туда прям, и они не то с перепугу, не то с особого откровения, совершили их направление в честь Марии уже, съедая ее тело, как бы, тело и кровь ее, как бы, были уже, потому что они во имя Марии начистились уже, не во имя Иисуса, а во имя Марии, якобы. И якобы Мария, она сказала, что я с вами во все дни до скончания века. Вот, буквально, вот скопировала один к одному слова Иисуса Христа, она сказала им, что я посылаю вас, как вас Иисус послал, да, теперь я посылаю вас, идите научите все народы, там, крестяй, померца и северского духа, и прочее. То есть, она сказала слова Иисуса, и много раз повторила разные слова Иисуса, последние слова Иисуса, завершающие Евангелие. И, по сути, все только начиналось, и она ушла, обещала вернуться. Хорошо, да, из ее слов апостолы, как бы, узнали такую информацию, что, а якобы Мария воскресла, и вознеслась, и воссела одесну от сына, сына своего Иисуса, и теперь иерархия усложнилась уже. Но она успокоила их и говорила, что для вас тоже место хорошее, приготовлено, поэтому не расстраивайтесь, скоро займете тоже престолы свои, но, в общем-то, я уже там, уже нахожусь. И получается уже не христианство, а марианство. Получается уже Мария, центр внимания. Икона коронации Марии, этому очень яркие иллюстрации, когда отец и сын с двух сторон от Марии венчают ее короной, значит, и сверху над Марией летает над короной Дух Святой в виде голубя. Получается, вот вся троица, а в центре сама Мария. Она центр. И, в общем-то, вот такое откровение, оно до сих пор существует. В католической церкви это принято как догмар вообще. То есть, любой католик, он должен в это верить. В православном мире этого догмата еще не превозглашено, но Успение является верой большинства. Потому что на Руси даже много храмов таких, так называются, Успения, да? Успенские соборы, вот Московского Кремля, допустим, собор там Успенский, Успение сейчас с большим праздником, Богородничной Пасхи и прочее. Знаете ли что, друзья, здесь очень такая грубая, грубейшая такая, как раз, попытка дьявола на место Иисуса поставить его маму? Потому что дьявол знает, что Мария, она ничего не сможет сделать. Мария, как Матерь Иисуса Христа, реальная Мария, да? Если говорить просто Мария, не та супер Мария, что придумана богословами, а реальная Мария, Матерь Иисуса Христа, смогла ли она спасти своего сына даже? Смогла ли она спасти кого-то из апостолов? Самую себя? Нет, ни в коем разе. Потому что Иисус Христос пришел спасти всех людей, в том числе и Матерь Свою. И ей тоже нужно было покаяться. Слава Богу, что Мария, как и другие там верующие, были, она была, в той горлице там, в Иерусалиме, когда дожидалась Духа Святого, обечного Отца. И больше о ней упоминаний не находим. Но, к сожалению, вот видите, вот таких вот религиозных сказках времена, очень много рассказывается о Марии. И у нас очень мало времени остается. Я, получается, даже без прерыва извиняюсь, но уж кому что надо, вы сами придумайте, как сделать. И вернуться на место. Хорошо? Я просто, у нас еще осталось полчаса буквально, да? Значит, дело в том, что, друзья, из истории, и пример еще приведу. В VI столетии при императоре Естюняне и его жене Феодоре, Естюнян и Феодора, при них христианство подверглось очень массивному такому оккультному влиянию. Я думаю, что вот здесь примеров очень много. Если вы пишете то, или запоминаете, допустим, такие моменты очень важные, кульминационные, при... Вам легко будет запомнить Естюняно, знаете почему еще? В Стамбуле, если кто-то бывал или будет, допустим, да, дешевые, эти перелеты все, вот еще в Стамбуле центральное здание, это, да, это вот храм, бывший храм Святой Софии, главный собор православной церкви. Как, допустим, для католиков собор Петра в Ватикане, допустим, да, для, допустим, мусульман, допустим, это вот Мекка, да, и Медина, вот, для православных разных церквей в мире самым главным собором был храм Святой Софии в Константинополе. Он был построен как раз именно при императоре Юстиниане. Потом он был превращен в мечеть и, как бы, там от храма, ну, в принципе, угадывается отчетание большого, гигантского православного храма, которому пристроены просто минаеты и прочее. И внутри там вся эта мусульманская письмена там и, ну, ложные, конечно, их учения все пропагандируются, к сожалению, до сих пор там, но, значит, что есть, то есть. Храм Асквернен этот, но, знаете ли, он был построен при истиниане, который решил построить самый великий храм в истории христианства. И на самом деле он построил, в те времена в христианстве не было большего храма, большего по масштабу своим, значит, и когда послы князя Владимира Киевского были там, в этом храме, они сказали, после, рассказывая об этой своей поездке, говорили князю, мы не знаем, где мы были, на небесах или на земле. Так было все великолепно, так было красиво. То есть, вот, впечатлял храм людей издалека приезжавших, что они думали, что они прямо на небесах, наверное, уже. Вот такое было величие этого храма. А он сейчас великий, но тогда он был еще украшен. Там тонны и тонны золота, серебра, меди. Этот, значит, истиниан, он даже приказал собрать, вот как по Библии, допустим, сколько было у Соломона потрачено на храм, чтобы было больше, намного было больше, чем у Соломона. И золота, и всего остального, серебра. И говорят, есть историческое такое предание, что когда храм освящался, то истиниан вышел на освящение храма и воскликнул, о Соломон, я превзошел тебя. Но явно не умом сообразительностью, конечно. потому что Соломона помер и не пускал свой народ. Знаете ли, царя Савская была свидетельницей, что у него там и рабы жили, знаете ли, как при коммунизме. Значит, то есть у него было все хорошо. Но, значит, но понимаете ли, истиниан, построив это чудо своего времени, своей эпохи, вообще, исторического христианства, архитурное такое чудо, вообще тираны любят чудеса такие строить. Значит, и вот он построив это все, он каким образом построил? Разорив многие свои регионы, провинции, африканские провинции, именно помер упустив, не просто налогами даже, а реально посылая своих карателей, которые убивали, которые грабили, которые все это добро привозили в столицу, и на это золото, на слезах и крови людей строился этот гигантский храм. Представьте, какое позорище было. Разве Соломон так делал со своими подданными своими? Так вот, Юстиниан, даже не об этом сейчас, ладно, храм построил, такое дело, но, знаете ли, проблема была в его, я считаю, неудачной женитьбе. И так были проблемы у него в жизни серьезные, оккультные проблемы были серьезные у него, спидворные были серьезные проблемы, но, значит, самая большая проблема была его, я считаю, неудачной женитьбой его. Первая леди стала вчерашняя простая обычная проститутка при нем. Очень интересно, помните песню Пугачевой, да? Все могут короли, все могут короли, и судьбы всей земли вершат они король, но что ни говори, жениться по любви, не может ни один, ни один король, да? но помните старая песня, еще Пугачевой была молодая совсем, значит, и я помню с детства эту песню, значит, и тогда простинки были, и очень популярны были, когда они. И вот, значит, и, знаете ли, но, оказывается, и короли могут по любви жениться, вот Юстиниан, ну, прямое подтверждение такое, он женился не на богатый, не на знатный, он, даже законы империи пришлось поменять, под него построить, потому что по закону он загрешил, нельзя было так делать. Его воскрепленной была проститутка, значит, это была Феодора, которая начинала свою карьеру с простой уличной проститутки, Портовой закончила уже, ну, как бы, ее клиентами были уже сенаторы, там, олигархи тогдашние, там, их семьи, там, то есть, как бы, она была вхожа уже в такие очень богатые дворы, такие богатые семейства, и, больше того, она вела большой бизнес, под ней было уже много публичных домов, значит, то есть, целая сеть публичных домов по всей империи, фактически, в столице и в больших городах, то есть, она очень поднялась в гору резко, значит, и, ну, правда, говорят, у нее были, ну, потрясающие данные, она была уже не молодой женщиной к тому времени, кстати, значит, но сводила с ума всех, говорят, она владела любовной магией, значит, злые языки так говорили, в общем-то, но известно, что она проводила примерно половину своего дневного времени во всевозможных ваннах и, значит, притираниях, там, оно прочее, то есть, как бы, она следила очень за собой и даже, когда она была уже бабушкой и когда выходила на публику, думали, это молодая девчонка это, то есть, она вот таким сохраняла свою молодость и поддерживала ее всячески, значит, и, в общем-то, то есть, она вышла замуж уже не молодой далеко, но, значит, не совсем старой еще, но на вид она была очень молодой женщиной и, значит, и все это знали, ее очень высоко ценили как проститутку, очень высоко, гомософсуалисты, лесбиянки, все калашали ее, значит, потому что она воспитывала вот этих проститутов и проституток воспитывала, значит, и, почему я это рассказываю сейчас? Дело в том, что сама Феодора и ее муж Юстинян, они официально святые в православной церкви, кстати, в Москве есть там вот этот клубный вариант этого сообщества, значит, развратников всевозможных и у них икона стоит там, когда по московским новостям в вечернем показывали, допустим, вот эти, вот такие, мол, клубы есть такие, где там, где там, ну, Боря Моисеев отдыхает вообще-то, это вообще сама невинность по сравнению с теми, что там показали, вот, так вот, значит, и показали, и там, и православное там оно показывало, он такой вообще, не поймет, что это такое вообще, значит, вроде мужик, вроде не мужик, непонятно кто, вот, значит, инопланетянин, вот, и мы православные, и там икона висит, ну, как бы там не конкретизировали, какая икона, но мой опытный глаз уже сразу выдел, Феодора, императрица, то есть, то есть, они-то, видимо, знают такие вещи, уже прослеживают, чтобы сделать покровительницей своей святую православную церковь, которая воспитала много проститутов, проституток, значит, и известного, самая известная проститутка вообще в истории, ну, человечества, чуть ли не, потому что сделала карьеру, стала первой леди самой великой империи, и ради нее законы империи переписали, шутка ли, да, закон о престоле наследия переписали, и прочее, но дело не только в том, Лада, это как бы ее частная территория, ее судьба как бы, она сама сделала свой выбор, казалось бы, а что нам с того, с сегодня христианом 21 столетия, казалось бы, зачем вспоминать ее биографию на уроке по истории христианской церкви, зачем, дело в том, что, наверное, до половины всех елисей, которые известны сегодня в христианстве, историческом, они именно при ней были и при нем, ну, в общем, при ней, честно говоря, потому что Юстиниан очень резко изменился, и после женихбы стал таким подходучником, которого свет не видал вообще. Историки и верующие, неверующие просто в шоке от, ну, как бы, резких перемен в этой личности. До женихбы он был человеком, ну, скажем так, самодуром, да, но волевым человеком. Ну, разорять империю, дарничать там, и он правил сам, он не советовался, редко советовался со своими придворными, и принимал много решений, очень таких волевых решений, включая там заключение мира, и войны, объявление войны, там и прочее. То есть, без совета даже с людьми. А здесь, женившись, он изменился до неузнаваемости. Даже в быту стал просто-напросто вообще никем. Одеться не мог нормально. Во всем слушался свою жену. Просто даже, ну, сторонники Феодора и сторонники Юстиниана были врожны отметить, что император потерял вообще свою личность. Он полностью растворился в Феодоре. Вообще говоря, что он до самой смерти был просто без ума от нее. Вот, поэтому при дворе ходила молва такая, что значит, что он был просто околдован этой Феодорой, потому что вначале он пользовался ей как просто проституткой, а потом влюбился в нее и предложил ей руку и сердце. И быть первой леди предложил ей в империи. Известный факт, что именно Феодора стала вот той самой новозаветной Изобелью, которая починила себе новозаветного Ахава этого и управляла всей империей. Она фактически истребляла всех тех служителей христианских, которые выступали за Евангелие, евангелие и мыслящие. Фактически всех истребила. А те, кто не пошли, те, кто не были истреблены, были вынуждены просто-просто исчезнуть, уйти с территории. Всякого рода извращенцев она подтягивала и в церкви при ней ну просто бардак был, одним словом, откровенный бардак. Чем аморальнее, тем лучше считалось при ней. Хотя сама она свой бизнес прекратила. То есть она как бы угомонилась и бизнес не оставила свой. Публичные дома также работали, деньги платили, но она сама уже не ходила по дворам раньше, она была первой леди уже. но именно она Феодора, потому что Юстиниан был уже не в состоянии по сути править, настолько все дело зашло далеко. Многие лжевучения проталкивало христианство. Допустим, лжевучение об апостольской правоприемственности. Может кто слышал об этом учении? На нем строится сегодня очень много в православии и в католицизме. Слава Богу, что протестанты как правило об этом учении даже не знают. Легче. Меньше знаешь, крепче спишь. Да, а то вам еще переживания такие. Но, в принципе, любой из вас с этим учением может столкнуться рано или поздно. Допустим, согласно этому учению, вот такие церкви, протестантские церкви, это вообще, ну, даже не церковь, даже церковь не назовешь. Просто секта какая-то, и все, клубы интересов. Потому что Дух Святой согласно этому лжевучению, он является приватизированной собственностью, да, как бы монополизированной структурой религиозной, якобы Дух Святой передается вот по непрерывной цепочке руковозложений, начиная от апостолов. Это вообще такое, ну, откровенно ложное учение. Откровенно ложное учение. Якобы Дух Святой сошел на апостолов в день Пятидесятницы. Уже ложь. Дух Святой сошел не только на двенадцать апостолов. Там было человек 120. И больше того, Дух Святой сошел и на других, сходил дальше, на других людей. В Диагях очень много примеров. Не только апостолы были на системе Духа Святого. Ни в коем разе. Нельзя представить себе иерархию такую. Знаете ли, да, апостолы возлагали руки, Дух Святой сходил, но сходил на людей. И знаете ли что, оказывается, согласно этому лжевучению, апостолы, они передавали эту благодать епископам. Епископы дальше, и задача была епископа дальше руку возложить, кого-то руку положить и передать дальше, передать другому, передать другому дальше. И как выразили, как игра такая, в цепочку такую определенную, рука возложений, без слабого звена. Согласно этому лжевучению, якобы независимо от личных качеств рукополагающего, рукополагаемого, их вера, неверие, неважно, важно, они руку возложили, прочитали определенную молитву, и таинство свершилось, ну все, все шел уже. Да, и эти пастыри, эти священники в этой цепочке считаются каноничными, все оставления не каноничными. Это вообще, скажу, спор о родословиях очень такой интересный. Он ничего кроме ссор не рождает вообще в христианстве. И разделений христиан, как бы, ВИП-церковь, как бы, ВИАКИ, так и, значит, и вот такая, просто, третий класс какой-то. Знаете ли, значит, и согласно этому учению, в частности, пастор Сергей, допустим, и другие протестантские пасторы являются даже и не пасторами, и священник, и никем вообще. Они не имеют Духа Святого. А батюшка, которого возложили ему в академенном молитве такой, передали ему по расследству этого Духа Святого, у него есть Дух Святой. Интересное кино. Ну, вообще, это можно учить, откровенно можно учить, конечно. Оно противоречит по трём пунктам. Первое, Библии. Второе, истории. Третье, жизни самой противоречит. Первое, Библия. Просто-напросто, в библейском учении о спасении, а говорится в семинаре, что якобы для спасения это архиважное учение, на самом деле ничего такого нет. не говорится о непрерывных цепочках рук возложения в Библии. Ни в коем разе. Не говорится, что независимо от личных качеств, независимо от веры, неверия, я говорю, передаётся Дух Святой. Дух Святой это не энергетика. Знаете, передай другому там. Нет. Это личность. Есть общение с Духом Святой. Как можно с электричеством иметь общение, допустим? 220. Короткое общение. И ты будешь неправ. И поэтому как можно общаться с просто энергией? Непонятно. Но Дух Святой это не просто энергия. Есть христиане, которые говорят, Дух Святой это моя просто энергия. Говорю, ерунда. В Библии написано есть общение с Духом Святым. Как можно общаться просто с энергией? Мы же не какие-то экстрасенсы зашкаливают. Ох, ну там уже. Нет. И, господа, скажу, что согласно Библии это и есть, конечно же. Второе. Истории. До самой эпохи Юстиниан и Феодоры этого учения не было в церкви. То есть первых пять столетий христиане жили себе, не дужили и в уст не дули себе и особо не утруждались вот этими цепочками на руку возложений и в голову не приходило им разделяться вот на таких каноничных, неканоничных христиан. Но почему в шестом столетии это очень не возникло? Потому что это лжеучение именно ярко выражено политическую окраску в то время, по крайней мере. Для этого учения было необходимо для ликвидации религиозной и политической оппозиции. В то время это было, в принципе, это тоже. Для просто-напросто ликвидации оппозиции в империи. И нельзя было просто так взять и истребить физически десятки тысяч христиан. Надо было это оправдать таким образом. Очень просто объявлялись эти христиане не христианами и просто какими-то сектами и прочее и подлежащими просто искоренению. Их имущество полностью отбиралось. Их жизнь уже гороша ломанова не стоила и прочее. В общем-то, и для этого объясню ситуацию. В христианстве два полюса таких наблюдалось в то время. На одном полюсе была основная часть христиан легализовавшейся при Константине и это государственная официальная римно-католическая православная церковь. Так вот, на другом полюсе было христианство нелегальное, как бы неофициальное. До самого шестого столетия сохранялось такое христианство, которое не легализовалось просто-напросто, которое оставалось подпольным, ну хотя не подпольным, но они не пользовались никакими льготами, там, благами, лишь платили штрафы и у них отбирались часто их храмы, особенно при некоторых таких тиранах известных. Так вот, и это уже учение было необходимой ликвидацией оппозиции. Исторически в учебниках семинарских часто там цитируются Ирине Леонские и другие отцы там, 2-го, 3-го, 4-го, столетий, чтобы учение такое было раньше. На самом деле эти цитаты вырваны из контекста. На самом деле, если прочитаем у Ирины Леонского и у других отцов в контексте, о чем пишут эти отцы, выясняется, что оказывается-то они не говорили о цепочках рукопозложения, они говорили, они называли тех отцов, тех епископов, что были перед ними, которые их полагали, но они не делают из этого учения, что вот именно это утверждает, что я теперь каноничный такой епископ такой всякий. Господа, третье, жизнь, сама жизнь точки над и расставляет. Потому что согласно этому учению, Дух Святой, он в этих разных системах религиозно-муфиозных. Но скажем так, что много людей, которые могут гордиться своими родословными, что они, мол, там вот такие каноничные, но реально и сами не возрождены и к спасению никого не приводят. Но с другой стороны, много есть тех в христианстве служителей, что не могут такими справками об апостольстве утвердить себя, но которые в самой жизни показывают, что реально Духа Святого знают. Реальный плод покаяния грешников, исцеления больных, освобождение от бесов людей. То есть, а нам что нужно? Не просто историчная правоприемственность, нам нужна, первое, благодатная правоприемственность. Слава Иисусу! Но это лишь один из примеров. Но даже это уже достаточно, чтобы понять, как перекраивалась церковь в те времена, в шестом столетии, при Феодоре и Истиняне. Христианство в то время просто-напросто во многом именно переделывалось под политическую систему того времени. Феодора, кроме ее вот такого, как Жириновский говорил, нетяжелого поведения, она была еще и антисемиткой, очень жуткой антисемиткой. Кстати, антисемитизм при ней, он стал частью учения церкви, по сути. Антисемитизм как ненависть к евреям и ко всему еврейскому в церкви. Если до шестого столетия в христианстве сохранялось еще много еврейских традиций, библейских традиций, то, начиная с этого времени, церковь буквально с мясом вырывалась от этих традиций. И на их место насаждались откровенно оккультные, ну, какие еще? Других не было альтернатив. Либо вот эти библейские еврейские традиции, либо какие? Оккультные, которые были пруд-пруди в тогдашнем мире. И так оно и произошло. Вот одна из иллюстраций, такая, наверное, самая яркая, там десятки могу примеров назвать, просто у нас время уже заканчивается, но я, значит, назову такой самый запоминаемый пример, хотя их там порядка может быть даже 30, наверное, около 30 примерно пунктов, по которым именно Феодора переделывал церковь. Знаменитая на Пасху Куличи пример. Это, думаю, всем известный пример, да? Или многим из вас известный пример. Праздник Пасхи, как он называется в Библии? Праздник Моцы, праздник Опресников, да? Значит, почему? Потому что, согласно даже новозаветному пониманию Моца, Опресник символизирует чистоту и истину. Взнутое, поднятое, дрожжевое, да? Означает порог и лукавство. Закваска, дрожжи эти означают порог и лукавство. Вот почему, кстати, Иисус, рассказывая о царстве, Он говорил, что женщина возьмет и в тримеры руки, бросит закваску и все вскиснет. Это не хороший пример, это очень дурный пример. То есть, Иисус, Он не смотрел через розовые очки на историю, будущую тогда еще, историю своей церкви. Он говорил, что будет так, что все вскучит вообще, все раздуется. И, значит, нечестие, закваска фарисейской, садукейской, ирдово, закваска порога и лукавства будет пучить все тело Христа. Так оно и произошло. Мы это видим. Также Иисус, Он не говорил ученикам смотреть через розовые очки на реальность. Нет. Он говорил, что засеем это хорошее зерно. Вот, значит, пришел в рак и посеем плевелы. Он не говорил, что Царство Божье будет напоминать отдельная грядка хороших семян, хорошее растет здесь, отдельная динаминация такая вот такая классная, отдельная такая отравидовая садисорники вот такие растут. Значит, он говорит, что будет все в перемешку. И там будет не просто какой-то период истории церкви, а до самого конца там будет. Потому что проспали, вот все, которые должны были следить за всем этим. Потому что ради чечевичной похлебки временных удовольствий прохлопали такое огромное, но теперь уже все. После драки кулаками не машут. Сегодня в христианстве такого всего навалено, что не разберешь. И, знаете ли, ну, проще скажу, подэтаживая, все-таки об этом Куличевом безобразии в церкви. Дело в том, что, значит, христиане первых 5 столетий ели себе мацу и не тужили. Особо не, как бы, не утруждались там что-то переделывать, потому что всем было ясно, что Пасха это выход из рабства в новозаветном понимании это еще, в первую очередь, сам Христос, который с нашей Пасхой запланный за нас. И говорилось христианам, что вот всю пасхальную неделю ели себе мацу, опрестники, хотя из этого не делали такого, тщательного, знаете ли, как в традиционном раконосальном иудовизме, может быть, ритуала, но однако же по мере сил, возможностей, христиане первых 5 столетий соблюдали так или иначе и на востоке, и на западе соблюдали вот эти библейские, еврейские традиции. Кстати, в Ветхом Завете не только евреи это соблюдали, но и те, кто с разных народов веровали в Бога Израилева, в Бога Авраама, Исаака, Якова, они тоже соблюдали все эти традиции, потому что это были Богом данные, это не просто взял и придумал себе, нет, это сам Бог дал, поэтому здесь как бы выше Бога не прыгнешь никак. И люди все соблюдали эту всю традицию, и в христианстве это тоже традиция соблюдалась, но единственное, что для христиан уже было новозаветное осмысление, переосмысление всего этого. Знаете ли, вот тот же самый афикаман, вот эта часть мацы середины, которая отламывалась в начале вот этого пира, в начале этого пасхального еврейского седора, афикаман, потрясающее, Иисус взял после вечери, после, когда уже все было, мясо, овощи, горькие травы, маца, все было съедено уже, хлеб, все было съедено, и после вечери оставался лишь только вот этот афикаман, кусок мацы средний, и одна чаша оставалась, один бокал оставался на пасхане на еврейском столе, и Иисус взял хлеб и сказал, это мое тело есть, ешьте, это мое тело, оно обладается за вас, а потом взял чашу и говорит, эта чаша есть новый завет в моей крови, который за вас и за многих проливается. Знаете ли, друзья, удивительно, на пасхане на еврейском саде я вкратце скажу, что, значит, пять чаш наливается вина, пять чаш, и каждая чаша произносится каким-то тостом, таким, первое, это все по исходу, шестая глава, шестой стих и дальше, что Бог обещал, и Он это выполнил. Первая чаша на пасхане на еврейском саде, это не было просто скромным перекусом, целое животное предлагалось в те времена, значит, предлагалось съесть, это сегодня лишь на косточке, косточек мяса, лишь на тарелочке, тогда это было целое животное, нужно было его зажарить и съесть, просто-напросто, а что осталось, надо было все, это спалить потом было, и, ну, там было 13, как минимум, голодных мужчин, которые уговорили это животное в течение этого ужина, знаете, там большая баракуда дыхает, там у них было такое, такая пирюшка была такая, значит, и там было хлеб, овощи, горькие травы эти, соленая вода, которая звучала слезы, которые евреи проливали в рабстве, и, то есть, вся пасхальная церемония наша звучала, это потрясающе, очень красиво, мы у себя в церкви тоже часто делаем пасхальный еврейский седр, такой мессианском, таком звучании уже, отмечаем его, и первый тост, это за выход из Египта, что мы таки вышли, слава Иисусу, мы вышли и спасены, второй тост, да, потом едят мясо, опять овощи, потом приходит время второго тоста, второй тост, это за освобождение от образа мышления египетского, за то, что Египет, за то, что Египет вышел из нас, проповедники Чарльз Сперджин, многие другие говорили, говорят, что 40 лет надо было, чтобы пройти физически, из рабства египетского, чтобы мы вышли из Египта, но 40 лет, чтобы Египет вышел из нас уже, вот за освобождение от материалистического египетского образа мышления, за еврейский образ мышления, за освобожденный разум, за свободу во Христе, в Боге, мы пьем это второй тост, потом, опять мясо, овощи, горькие травы, и третий тост, третий тост, это чудеса и знамения Бога, мышцу простертую, Бог обещает, и судами великими освободить народ свой, и во время третьего тоста, самый, мне очень нравится этот момент, очень красивый, когда мы делаем обычно так, если дома, или там в семье, или там в церкви, каждый старается что-то рассказать, что Бог сделал тогда, при Моисее, что Он покарал Египет, какие казни были, как Он море сделал пешеходным, как мы прошли через это море, вообще, в старых традициях говорится так, что каждый участник пасхального седра должен пережить, и вот, скушать это все так, как будто он сам вышел из Египта, но, если для ортодоксальных, многих иудеев это проблема, для нас это вообще не проблема, для настоящих христианов вообще не проблема, потому что мы можем говорить, отече и честа, что Бог совершает в нашей жизни, потому что, как бы мы пришли из Египта нашего, из царства и тьмы, в царство и света, слава Иисусу, и потом, хотя для многих ортодоксов это очень большая проблема, как раз третья чаша, для меня это вообще не проблема, наоборот, это самая потрясающая чаша, где я могу говорить о том, что Бог сделал в моей жизни вообще, слава Иисусу, четвертая чаша, потом опять все, и естся, доедается мясо, в этот момент как раз последние куски, и вот, значит, как шашлык, типа шашлыка что-то такое, как Брэк, Брэк Строган, что-то такое такое, и потом четвертая чаша, четвертая чаша, это уже, знаете что, это Богоусыновление, когда мы вчера были рабами еще фараона, сегодня стали рабами Бога, и оказывается, быть рабом Бога, это есть реальная быть свобода, реальная свобода для нас, верующих, вообще это было потрясающе вообще, то есть Бог не просто вывел нас из Египта, и говорит, а теперь идите куда хотите вообще, на все четыре стороны, такая свобода, рано или поздно, закончилась бы очередным рабством, или даже уничтожением, людям надо было, выйти из царской тьмы, перейти в царство света, и стать под власть Бога самого, и это произошло там на горе, слава Богу, в 20 главе книги исхода, и дальше рассказывается, как это все происходило, как Бог усыновил своих детей, Он принял их, как детей своих, царственное священство, вот мечта Бога, она стала осуществляться тогда уже, и, друзья, но пятая чаша, пятая чаша, она наливалась, начиная с Моисея, заканчивая Иисусом, она наливалась, но никогда не пилась, эта чаша, очень загадочная, они очень любят раввины говорить, традиционные, здесь много тумана обычно, хотя, есть очень красивое объяснение, говорят так обычно, мы не пьем это в знак печали, траура, все-таки есть как бы нотка грусти в этом празднике, на этом банкете торжества веры, есть нотка грусти, потому что мы вспоминаем, что из более полмиллиона евреев, вышедших из рабства египетского, 600 тысяч, шутка ли, да, мужчин призывного возраста, из 600 тысяч человек, лишь два человека пересекли финишную черту, представляете, на старте 600 тысяч, на финише только два было отмечено, Иисус Навин и Халев, представьте, какая печальная статистика, мы не знаем, как у женщин было, может не такая печальная статистика, я не знаю, но у мужчин было только два, остальные была все молодежь, которые выросли уже в пустыне, которые не помнили вот это позорище египетского, и знаете, Иисус Навин и Халев, мне правда еще был третий, Моисей, он посмотрел, он видел эту ленточку уже, он не вошел, хотя я думаю, ему полезло больше всех все-таки, расскажите вам, как ему полезло, я считаю, это полезло больше всех вообще, это потрясающая история, он 120 лет, представляете, и был такой, жилистый, крепкий, он залез на гору, он залез на гору, и с горы Бог с ним что-то разговаривал, он показал ему все это, а потом было такое, что не расскажешь просто так, евреи, когда залезли на гору, кстати, искать Моисея, не нашли, всю гору по камешкам, и перебери, нету тела Моисея, куда он ушел, удивительно, он ушел, и следов не осталось никаких, вообще, с дьяволом спорили даже, о Моисеевом теле оказывается, куда он ушел, есть еще один персонаж в Библии, который тоже ушел, вроде умер, вроде и не умер, не помешь, Илья, помните, да, но там было все, там, может, видели очевидцы, огненные крестницы, я думаю, что у Моисея было не менее впечатляюще, но у Таину это было все, потому что и Моисея, и Илья встречаются с Иисусом, в земле обетованной, с Иисусом встречаются, это не покойники, это не спиритический сеанс, знаете ли, Иисус не вызывал там духов, и из приисподня, не вызывал там покойников, не говорил с ними, это были люди, которые не увидели смерти в нашем понимании смерти ее, они перешли в другое измерение, как повезет последнее поколение христиан, которые не совлекутся, а облекутся в небесное жилище, которое скоросмертно будет поглощено жизнью, я очень хочу застать это, я очень хочу трансформироваться сразу, я не хочу умирать, я уже умирал, я знаю, что такое умирать, я умирал 30 лет назад подростком, я выходил из тела, знаешь, это страшно, и там было еще много непонятных для меня, потому что я вообще был неверующим, абсолютно, вот, но это отдельная история, хорошо, это было мое первое знакомство в экстремальной ситуации с Богом, так и о ключах, слушайте, я же как-нибудь говорил, а самое интересное-то, дело в том, что, ну как самое интересное, дело в том, что при Испинянии Феодории издали указы, по которым христиан, которые продолжали есть на Пасху мацу, казнили, а священников пожизненно лишали священного сана, а мирян казнили, сотни людей в Византии пошли на казнь, и шафот, отказываясь исполнять этот безбожный приказ, царицы, ну там, подпись царя, но все понимали, что тут по умолчанию царицы пишут, и, значит, больше того, монахи были обязаны наблюдать, смотреть, чтобы в каждом доме не было при обыске, даже обнаружено, даже для Мацы, только лишь квасное, и высоко поднявшиеся куличи стали печь, это фаллический культ, Феодора, я уже говорил, она была проституткой, и в те времена нельзя было вешать, там, на публичный дом, допустим, надпись, публичный дом, все-таки Берия была христианская, хотя бы формально, хотя бы, да, и, значит, но как вычисляли путники, туристы, руссо-туристов, облика, там, аморально, как отвечали эти дома, как раньше в России называли, терпимости, вот, или же там, отдельно практикующих таких девиц, значит, то, значит, обычно, ну, опять-таки, живописные изображения, там, мужского органа тоже практиковалось, но это редко, потому что все-таки, такие изображения читали с КП, ну, предосудительные, чаще всего делался такой, откровенный намек, значит, испекался кулич, потому что мы называем всеми куличом, значит, и это, сначала, мужской половой орган, значит, он занимался глазурью, которая означала всеми завершения, вот, значит, и украшивался яйцами, и все это выставлялось на окне, это как пароль, знаете, вот, 33 утюга, я в поправали, это, значит, кулич, значит, ну, заходите, люди добрые, вот, значит, и, представляете себе, люди, сейчас для нас это просто история, а тогда-то люди это все знали, и вдруг в церквях приказали, есть эти куличи, за местом отца есть паста, и откровенно такое пошлое, откровенно оккультное, понимаете ли, настолько дело зашло далеко, на востоке-то боялись царя, и исполняли большинство, хотя там сотки людей, были репрессивны, казнены, сотки священников лишились своих должностей, потому что они ушли, занимаемые должности, потому что отказались кушать этой гадостью, и, больше того, когда на западе узнали об этом, западные епископы собрали собор даже по этому поводу, заявив, единогласно, во главе с папой римским, заявив, что мы не будем есть эту гадость, и даже не упрашивать это зашло, оно нам надо, знаете ли, значит, и так проблем нам мало, мы еще в оккультизм нас так вот пихают, и дальше, что еще, это так разозлило Феодору и Истиньяна, что они послали флот, погрузили десант, армию свою на корабли, сорвали с границ, хотя там время было тревожное, военное, смутное, знаете ли, набеги там, кочурников и прочее, армию послали против своих же фондонов на запад, потому что западная часть была формально, тоже под властью Визельсии, хотя реально уже намечались такие тенденции, такие к расколу, и вот, и представляете себе, друзья, когда узнали в Италии, в Испании, там, в других этих провинциях, ну, западной, европейской, Германии особенно, когда узнали об этом, что армия идет, и явно идет не просто, там, налоги собрать, дань за 12 лет, допустим, а убивать, границ, насилировать, и объявили пост на молитву по Европе, Европа постилась и молилась, и, знаете ли, Бог совершил чудо, которое повлияло на все остальное, историю христианства в Европе, дело в том, что разыгрался шторм, в котором погибла вся эта флотина, все корабли эти оказались на дне, и вся армия Византии оказалась на дне, в Средиземном море, случай, я думаю, это не просто случайность, не просто совпадение, на востоке Феодора, когда узнала об этом, она не покаялась, представляете, не покаялась, а наоборот, обвинила западнох христиан в колдовстве, с больной головы на здоровье, вот так вот, и на Западе до сих пор, так они как бы остались, в принципе, это послужило в дальнейшем, как бы, в расколе между Западом и Восфорком, католиками и православными, в принципе, в католической церкви до сих пор, поэтому причастие совершается не просфорками, да, там Мацар, то есть, знак чистоты и святости, то есть, ну, Новый Завет, и Ветхозаветное такое понимание, а на Востоке закрепились эти просфорки, с тех пор, а на Пасху раз в году куличи, вот эта откровенная мерзость, хотя я понимаю, что сегодня, конечно, большинство православных христиан не знает этой истории, как бы, и вообще мало интересуется, и мозги, знаете ли, промывают молодежи тем, что, мол, якобы, Мария Магдалина там, покрасила яичко, принесла начать импературу Тиберию, там, по другой версии, она принесла ему чистое яичко, куриное, оно стало вдруг красным, на глазах, знаете, фокус-фокус такой, перед Тиберием, уж Тиберий такие фокусы поведал уже в своей жизни, и, если бы Мария принесла Магдалины, реально такое яичко покрашенное, и оно покрасилось бы на глазах у Тиберия, это было бы отступницей Марии, потому что, это было знаком поклонения императора, как Богу, подарить куриное яйцо, в те времена, означало, почтить императора, как божество, римляне называли это Аб-Ову, от яйца, это было минимальная жертва императору, любой, самый бедный римлянин, если у него Николай двора вообще, и, значит, на его там, ферме по Катиполе, вообще ничего нету, но, одно куриное яйцо он был обязан принести императору, это был знак, что он мог прочитать его как божество, вот, и, конечно же, если он даже самый бедный, он может его разукрасить, покрасить, и подписать, там, от Василия, там, его императорскую величество, допустим, яичко, вот еще там, и, ну, конечно, император, там, даст, там, может, корочку, там, теленочка, там, и прочее, но, скажу, что, наверное, уже сегодня много уже, что прозвучало, в принципе, много, можно еще, что дальше рассказывать, в истории много было, знаете, всякого, и хорошего, и плохого, и смешного, и такого, грустного, но, скажу, что, все-таки, радует одно, что победа будет за нами, потому что Иисус грядет, и время начать отсюда с Дома Божьего, потому что Господь, Он хочет, чтобы все безпоследствия достигли познания истины, поэтому сегодняшняя реформация, реформация 21-го столетия, она самая великая в истории реформация, мы, скажу так, сейчас приближается, это не Геру, это их планета, многие политики на молигахе закапываются глубоко в землю, ну, копайтесь хоть, да, до самого копайтесь, мы знаем, что Господь грядет, мы знаем, что эта земля, она будет сожжена, мы знали наши братья еще 9000 лет назад, но в 18-м столетии, Вольтер критиковал Библию и писал, что, мол, где Бог возьмет столько огня, чтобы сжечь всю планету, бедный Вольтер, через 100 лет, уже, любой просвещенный человек знал, в 19-м веке, любой просвещенный человек знал, что сама земля, земная кора, это как педочка, застывшая на молочке горячей, все остальное огонь, а прошло еще 100 лет, и уже в 20-м веке, уже понимали люди, что сами приготовили столько оружия, что даже не нужно беспокоиться могущего Бога по поводу огненного Армагеддона, что можем сами все устроить своей собственной рукой. А теперь, после 18-х, когда планету Икс обнаружили, поняли, и когда компьютеры просчитали, траекторию в этот раз пролета, поняли, что здесь даже все оружие мира блекнут по сравнению с тем, что будет в 19-м году, потому что земля на время замрел, потом она начнет резко двигаться, плиты сдвинутся, и самые великие интересные в истории человечества начнутся. Скорее всего, в Киеве очень многие пастыри сейчас об этом говорят, что, скорее всего, будет восхищение церковь в это время. Мы не знаем точно, может быть, переживем, может, Бог даст покаемся, и Господь сделает, не берут, знаешь, как в бильярде, опа, пролетит мимо этот шарик. Значит, но мы не должны расслабляться, следующий шарик на подлете за Неверу. И скажу, что жизнь так хрупка, что, ну, безбожники, атеисты, это самые, скажем так, несчастные люди, которые не видят очевидно, что мы им живем и движемся, и существуем вообще. И не воздать славу Богу это величайшая глупость вообще человечества. И, наоборот, величайшая мудрость воздать славу Богу, Творцу, Царю Сарей, потому что наша земная жизнь, как Давид пишет, это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. А что потом? Потом вечность. И беда в том, что многобожие, идолопоконство, все, о чем я рассказывал, допустим, религиозный оккультизм, кажется, ну, какие-то глупости, гадости и прочее. Зачем они? Есть одна личность заинтересован во всем этом. Это дьявол. Он очень сильно заинтересован в том, чтобы христиане не на Христа взирали, потому что он-то, не будет дураком, он знает, что если христиане будут взирать на Христа, то люди будут спасаться. Если грешники воззрят на того, как его пронзили, своими грехами, да, то Господь придет, то Бог простил этих людей. Но враг не хочет, чтобы люди спасались. Он хочет, чтобы люди жили в невежестве и во тьму шли вечно. И, господа, скажу, что сегодня всякий, кто призовет, имя Господь не спасется. Я понимаю, что времена, мы не знаем о временах и днях, и сроках, но сегодня, уже в 21 столетии, как никогда вообще в христианстве ожидания грядущего Иисуса, если раньше христиане пугали этот мир, то сегодня этот мир пугает даже христиан больше, чем мы. И уже не знаю, сколько больше пугает ученых христиан или христиане ученых. И скажу, что, но, как говорил Проханов Иван Степанович, христианин – это неисправимый оптимист. Потому что мы знаем, что Господь наш грядет славой Иисусу Христу. И еще, друзья, Церковь Иисуса Христа имеет славную историю. Несмотря на позор инквизиции средних веков, многие глупости, гадости, какие были в истории нашей Церкви, мирового христианства, несмотря на все это, мечта Божья, она осуществится и она осуществляется. Церковь, не имеющая пятна или порока, или чего-либо подобного, но святая и непорочная. И Господь наш грядет. Гряди, Господь Иисус. Аминь. Я хочу благословить вас, благословить Бога. И сегодня как раз вечером спою одну молитву сейчас еврейскую. Благословлю вас стихами благословения из Библии. И это благословение из книги чисел 6 главы. Те три стиха, что Бог сам дал Моисею, Моисею, что тот передал Аарону, его сыновьям, чтобы этим благословением сынов Израиля благословляли. Если одиннадцатый стихах не так много евреев по крови, то по нашей общей вере это однозначно. Мы наследники великих благословений Библии. И Бог благословит нас сейчас, а ныне. Я спою это благословение на вас. Давайте встанем, друзья. Я спою благословение на еврейском и на русском языках. На еврейском почему еще? Потому что многие слова этого благословения имеют десятки значений. Двадцать, тридцать значений. Одно из этих слов имеет до семидесяти значений даже. Слово шавал, допустим, на современном русском языке имеют до семидесяти значений. И хочу, чтобы все это благословение пришло в вашу судьбу, в вашу жизнь. Я думаю, что многое из того, что вы услышали сегодня, позволило вам задуматься о том, какое мое место в истории церкви, где мое место в истории христианства, что я впишу, какие строки в истории церкви впишу, те, что позорят Иисуса или прославят Иисуса. И пусть огонь веры, эстафета веры, двухтысячелетняя эстафета уже, знаете ли, она при нас, она будет победоносной, доблестной. Потому что чем ближе к финишу, тем в эстафетном забеге больше ответственности, знаете ли, за... Могут другие бежать хорошо, а ты, если позоришься, уже ближе к концу, да, что обратиться. Поэтому на нас больше ответственности, на нас сегодня взирают люди, не только современники наши, на нас ангелы Божьи взирают, на нас небесные небожители взирают, мы не молимся умершим святым, но мы знаем, что команда свидетелей Иисуса наханагел рядом и наблюдают за нами по своим небесным телевизорам. И думаю, сегодня они с радостью отметят, что и в этом собрании прославился Иисус Христос, не умершие святые, никто-то еще не Матери Иисуса Христа, знаете ли, воскреси ее сегодня, дай микрофон, что вам сказала Мария? Она сказала, реальная Мария, настоящая, не та, буду, она сказала бы, люди покайтесь, верьте в Иисуса Христа, ни в ком оно нет спасения, что он вам говорит, его слушайте. Аминь. Я пою благословение на вас, на ваших родных, ближних, и сегодня я понимаю, что ваш город переживает не лучшие времена, конечно, вот, один из самых грязных городов России и всего мира даже, вот, значит, становится, у вас есть все шансы стать самым грязным городом всего мира, с началом этого марганцевого производства, у вас все шансы стать самым грязным на планете городом вообще даже. Вот, это потрясающие, конечно, шансы, но хочется, чтобы ими не воспользовались, конечно, потому что лучше лидировать в других вещах, не в плохих, а в хороших вещах лучше лидировать, знаете ли, не по количеству рождающихся уродов или чему-то еще, а по количеству именно обращенных к Иисусу людей. Вот поэтому мы лидировали, слава Богу, на плохое многоума не надо, знаете ли, и тоже и в преддверии выборов хочется благословить сейчас, просто в этом благословении весь город, и чтобы люди правильно сделали свой выбор вообще, и чтобы многое, что изменилось в лучшую сторону таки. Аминь. Потому что выборы есть у нас всегда. Отец, Бог и Царь наш, благослови нас, Господь, спасибо тебе огромное за этот вечер, спасибо, что ты был с нами, спасибо, что своим Духом святым, Господь, ты сегодня учишь нас, наставляешь нас, познай, мы учимся познавать истинный Господь, истинное Слово Твое делает нас свободными, правда историческая помогает нам в этой свободе устоять, во имя Иисуса Христа благослови нас, Господь, распустись миром, и пусть твой шалом, твой мир будет в каждом сердце, во имя Иисуса Христа, благословен ты Бог наш. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь. Аминь.